Всем привет друзья! В сегодняшнем видео будет очень полезная и важная информация. Поэтому внимательно посмотрите и до конца. Чтобы ответить на все вопросы, также я переведу это видео на разных языках, ну субтитры. Включите субтитры на вашем языке. Очень многие вопросы есть по сертификатам, по того, что диагностировать новые автомобили. Сегодня тоже про это расскажу. Также расскажу про версию X-Centry 2023.9. Эту версию я уже протестировал и на новых автомобилях и на старых автомобилях, потом я покажу. Почему эта версия, я считаю, что лучшая версия. Во-первых, эта версия просто самая простая установка. После того, как я все расскажу, я покажу процесс установки. В этой версии уже решена проблема с отключением интернета. То есть интернет уже не нужно отключить. Также в этой версии не нужно нажать на диагноз и стоп, чтобы закрыть программу. Просто с крестика, как обычно закрывается программа. Значит, особенность в этой версии, что здесь есть уже оффлайн аккаунт и можно, если вы имеете сертификаты, то вы можете посмотреть, диагностировать и кодировать новые автомобили. Допустим 206, 223 и так далее. Которые требуют сертификаты и нужный DOIP. В этой сборке X-Centry сразу много программ добавляется на рабочий стол. Например, эмулятор зажигания автоматически добавляется на рабочий стол. Вот. Автоматически добавляется на рабочий стол. Значок сразу. DAS симулятор. DAS симулятор. Сразу добавляется на рабочий стол. Вот. Эмулятор зажигания. Это, чтобы вы без подключения к автомобилю посмотрели, какие у вас функции и так далее, что можно кодировать и много, в общем, грузовики, автобусы, автомобили и так далее. Это DAS симулятор. Это очень хорошая программа. Здесь тоже уже эта программа встроена. Закрываем. Также здесь есть вот такая программа. Также многие просили об этом. Также очень многие просили специальные функции. Вот. Также вот эта программа уже здесь есть. И давайте я вам список скажу, какие программы здесь, какие доработки здесь есть. Здесь есть исправление DAS, ну SD Connect через Wi-Fi. Здесь, как я уже сказал, есть DAS симулятор. Специальные функции. DAS Standalone. Автоматически здесь, по возможности, отключает защиту. HHT Win для SD Connect. X-DOS Offline исправление. Недостающие картинки. И также здесь есть исправление. При подключении к новым автомобилям выходит ошибка C003. Это ошибка типа отсутствия сертификатов, поэтому не может подключиться к автомобилю. Если у вас нет установленных сертификатов, реальных сертификатов, которые вы купили, это позволяет вам читать блоки. Но я сразу скажу, что так как я не смог найти новые автомобили 2023 года, 2023, 206. Поэтому я не могу гарантировать, что это 100% работает. Вы должны попробовать. Ну в сборке также есть это решение, что можете попробовать без сертификатов читать автомобиль. Но не все сканеры это делают. Сейчас я вот расскажу. Например, OpenPort. Вот сейчас вы видите GLC 2022 года. Я вот подключаю OpenPort с программой X-Centra 2023-09. И вот, как видите, ошибка C003. И даже при установке этого решения, все равно эта ошибка повторяется, потому что OpenPort не может читать. Далее посмотрите, мы подключили C4, обычный C4 без DOIP. И обычный C4, как вы видите, может читать блоки. Например, здесь в GLC 2022 года установлен NTG-6 и для NTG-6 рекомендуется DOIP. Не обязательно, но рекомендуется с DOIP. А вот, например, в 2023 с NTG-7 уже обязательно с DOIP. 2X-Diag тоже имеет DOIP, но это я должен проверить. Так, друзья, тот же GLC 2022 года, который OpenPort не смог читать. Сейчас попробуем через VX-Diag. Нажимаем на KLC 250, третий кузов. Как видим, VIN-код определится автоматически. Нажимаем Далее. И видим, что без проблем мы подключились к автомобилю. Например, вот заходим в NTG, блоки NTG, головное устройство. И здесь, так как ничего не установлено, все снято, динамики и так далее. Поэтому есть очень много ошибок. Только здесь сохраненная ошибка, потому что вот экран вставили только что. Остальное все читает. Но здесь важный момент. Это касается X-Centra. С Monaco вы без проблем можете кодировать, читать блоки и так далее. То есть тот же GLC, вот этот GLC. В Monaco без проблем все можно делать. Даже через OpenPort. Скачивайте AmazonGroat X-Centra OpenShell 2023.9. Также заходите в панель управления. Учетные записи пользователей. Изменить параметры. Ползунок самый вниз. ОК. Да. Также, друзья, я уже в папке. Сразу оставляю вам VX Manager. Открываем папку X-DOS. Правый клик запуска от имени администратора. Программа мультиязычная. И устанавливаем вот эти программы. Для того, чтобы установить X-Centra OpenShell, я также сбросил опять на заводские настройки. И вот, 22-ое, 0-9. То есть сегодня я сбросил Windows на заводские настройки. с нуля, чтобы установить Windows 11 домашняя Нажимаем далее, принимаю далее, на C, далее, далее устанавливать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы можем без проблем запустить X-центры и посмотреть все ли в порядке Видите, как простая установка У нас VX-Diag подключен Вот такие вот Польские, Испанские, Итальянские и так далее Легковые автомобили И также важно, что вы просто можете закрепить крестиком Закрывается как обычно Также вот для грузовиков Запускаем также, покажу X-центры для грузовиков И в центре диагнозы с грузовиками Мерседес с грузовой Вот И также закрывается с крестика без проблем После этого уже в конце вы заходите в все папки программы Мерседес Бенз И запускайте Мерседес Бенз аддон И устанавливайте уже аддоны Идет установка аддонов На этом все друзья Если вам нужна какая-то программа Напишите в комментариях Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Поддержите канал Всем спасибо и удачи на дорогах Субтитры сделал DimaTorzok